То, что женщины тоже должны воевать, никто не сомневается. Изданный в прошлом году указ Минобороны номер 313 значительно расширил список профессий, по которым женщины должны вставать на военный учет. Юрист Министерства обороны Владимир Смилко говорит, на военнообязанных женщин распространяются такие же ограничения, как и на мужчин. В частности, они не могут выезжать за границу во время военного положения. Это продиктовано гендерным равенством. Поскольку мы приближаемся к стандартам НАТО, мы идем к ним не только вооружением, но и в учете нашим военным. Этот учет, в принципе, одинаковый как для женщин, так и для мужчин. Поэтому женщины собирают соответствующие документы и обращаются к руководителю своего предприятия или к работодателю и направляются в территориальный центр комплектования. Каждая женщина, которая заканчивает учебное заведение по соответствующей специальности, она получает какую-то специальность. Если она предусмотрена в указе 313, женщина обязана прийти в территориальный центр комплектования для постановки на учет. Нет разницы, она работает или не работает. Хотели, говорит, в Европейский Союз и в Североатлантический Альянс, получите, пожалуйста, гендерное равенство. Женщины под ружье. Сейчас новость важная. Мы давно ждали каких-то последствий развития ситуации. Вот оно. Посол Украины в Казахстане. Тот самый, если помните, Петр Врублевский, который заявил, что русских надо убивать сейчас, чтобы их украинским детям не пришлось...